Мир вам! Больше вникнуть в Слово Божие, чтобы приблизиться к Господу, чтобы пересмотреть свои пути, пересмотреть многие ситуации. И я знаю много примеров, когда люди, приходя в собрание, знаете, с загруженной головой, с загруженными мыслями, такими тяжелыми мыслями, выходя с собрания, они радовались и благодарили Бога, потому что Бог им ответил, Бог дал им просвет. Они увидели это солнце, которое сияет, они услышали ответ от Господа. И потому сегодня мы с вами находимся в Церкви Господней, и уже Бог нам дал прожить уже 19 дней в этом Новом Году. И сегодня период тех праздников, которые говорят, что крещение. Слышали о таком празднике? Это крещение Господне. Это так уже по православному календарю, что в эти дни, значит, Иисус выходил туда, к Иоанну Крестителю, где Иоанн Креститель проповедовал, обличал очень серьезно, и Христос принял водное крещение. И потому обычно в России этот период времени характеризуется такими сильными морозами. Сейчас пока их нету, может, они еще появятся, но люди старшего поколения это помнят хорошо. И потому мы в Церкви Господней. И потому да будет у каждого из нас открыта наша внутренность, открыты наши духовные уши для того, чтобы слышать, что скажет нам сегодня Господь. И когда Христос благословлял своих учеников, это в последней главе Матфея, написаны такие слова, и последняя глава Евангелия от Матфея, сказал так. «Учай их соблюдать все то, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Аминь. И потому мы с вами те, которые научены, мы те и с вами, которые продолжают учиться, обновляться для того, в этих правильных духовных знаниях, с правильным пониманием и правильным применением. И мы встанем сейчас, помолимся Господу. Матфея. 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 и и а и и и и Верни нас все, ты всегда за мной. Бог, моя защита, непоколебимая. Бог, моя защита, непоколебимая. Бог, моя надежда, непоколебимая. Бог, моя надежда, непоколебимая. Бог, моя твердиня, непоколебимая. Бог, моя твердиня, непоколебимая. Бог, моя охота, непоколебимая. Бог мой, как прекрасно пребывать с Тобой Во время скорбенья нас, Ты всегда со мной Ой, как прекрасно пребывать с Тобой Во время скорбенья нас, Ты всегда со мной Ты всегда со мной Ты всегда со мной Ты всегда со мной Все награды и венцы свои отдала Все заслуги и хвалу кладу я пред Тобой Ведь подобного Тебе не видел Лишь Ты один достоин Ты один достоин Близок Ты ко всем, кто имя Твое чтит Вечно щедрый, вечно любящий все Тоб же Ты И за то, что жизнь мою насытен Ты Поздам Тебе всю славу Поздам Тебе всю славу Ты достоин, Бог, высшей славы Ты достоин, Бог, принять всю честь Я живу для Тебя Я живу для Тебя Все, что есть внутри меня Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Тебя, мой Бог Ты достоин того Ты достоин, Бог, принять всю честь Я живу для Тебя Все, что есть внутри меня Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Тебя, мой Бог Славлю я Тебя, мой Бог Славлю я Все заслуги и хвалу Кладу я Пред Тобой Ведь подобного Тебе не видели Лишь Ты один достоин Ты один достоин В близок Ты ко всем То имя Твое Жди Вечно щедрый Вечно любящий Все тоже Ты И за то, что жизнь мою Насытен Ты Восстан Тебе всю славу Восстан Тебе всю славу Ты достоин, Бог, Ты достоин, Бог, Выше славы Ты достоин, Бог, принять всю честь Я живу для Тебя И все, что есть внутри меня Поклоняюсь я Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Тебя, мой Бог Ты достоин, Бог, Ты достоин, Бог, Выше славы Ты достоин, Бог, принять всю честь Я живу для Тебя Я живу для Тебя И все, что есть внутри меня Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Славлю я Тебя, мой Бог Поклоняюсь я Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Славлю я Тебя, мой Бог Давайте вознесем его в молитве Бог наш Мы поклоняемся Тебе Мы славим Твое святое имя Мы превозносим Тебя, наш Царь и Бог Мы величаем Тебя, Бог наш Аллилуйя Тебе Будь превознесен на этом месте Будь прославлен среди нас Аллилуйя Тебе Тебе хвала Тебе честь Тебе величие Тебе держава Тебе поклонение Тебе благодарение, Иисус Мы славим Тебя Мы превозносим Твое имя, Иисус Аллилуйя Тебе, Господь Хвала Тебе, Иисус Тебе слава Тебе честь Тебе поклонение, Иисус Тебе благодарение Аллилуйя Тебе Аллилуйя Тебе Хвала Тебе, наш Господь Слава Тебе, Иисус Ты достоин, мой Бог Выше славы Ты достоин, Бог Принят всю жизнь Я живу для Тебя И все, что есть внутри меня Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Тебя, мой Бог Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Тебя, мой Бог Мы жаждем славы Твоей Что ветер Духа Святого Ожидаем в сердце Господь и слей Мы жаждем славы Твоей И ожидаем, чтоб снова Твой дождь излился на нас Господь и слей Мы жаждем славы Твоей Мы жаждем славы Твоей Что ветер Духа Святого Открываем сердца Господь и слей Мы жаждем славы Твоей И ожидаем, чтоб снова Твой дождь излился на нас Господь и слей Дождь придет Дождь придет Откроются окна на небе Дождь придет Дождь придет Дождь придет Потоки прольются на землю Дождь придет Дождь придет Откроются окна на небе Дождь придет Дождь придет Дождь придет Потоки прольются на землю Жаждем славы Твоей И ожидаем, чтоб снова Твой дождь излился на нас Господь и слей Мы жаждем славы Твоей И ожидаем, чтоб снова Твой дождь излился на нас Господь и слей Дождь придет Дождь придет Откроются окна на небе Дождь придет Дождь придет Дождь придет Потоки прольются на землю дождь придет дождь придет откроются окна на небе дождь придет дождь придет потоки прольются на землю дождь придет дождь придет дождь придет придет вбок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Он и Егова Добро пожаловать на наш канал! 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 Слава Богу! Проникаешь ты в сердце моё, Сколько б я не искал в мире мой, Господь, Ты один такой, Кто сравнится с Тобой. Проникаешь ты в сердце моё, Сколько б я не искал в мире мой, Господь, Ты один такой. Милость твоя течёт, Как река в гранах твоих исцеленье, Ты успокоишь меня, как дитя, Кто сравнится с Тобой. Кто сравнится с Тобой. Кто сравнится с Тобой. В мире мой, Господь, Ты один такой. Твоя благодать, Твоя благодать, В нашей жизни так река широка, Наши жизни, как греха широка, Лишь с тобою находим покой, Ты один в тобой. Лишь с тобою находим покой, Ты один в тобой. Лишь с тобою находим покой, Ты один в тобой. Скажем славу нашему Господу. Действительно, достоин Господь наш славы. И как хорошо, когда наши сердца, они располагаются для того, чтобы воздать Ему славу. Я хотел бы сказать, чтобы мы не смотрели, сколько нас. Здесь много или мало, но среди нас есть Господь. Слава Ему. И при том, не какой-то выдуманный Бог, но живой Бог, реальный и действующий, Который наполняет нас, Который оживляет нас для славы Его имени. И я думаю, что каждый верующий человек, который искренне служит Господу, Он хочет, чтобы он был употребляем Богом, чтобы Господь брал его в свой удел. Чтобы он был тем человеком, которого Господь мог бы брать в свой удел. Но прежде всего я хотел бы обратить наше внимание, Какая же была жизнь тех людей, которые Господь употреблял для славы своей. Я хотел бы обратить немножко в Старый Завет и обратиться к такому великому мужу Божьему, Как Илья. Это был великий пророк, который в свое время не просто он пророчествовал, Но он делал то, что никто другой не делал, даже из пророков. Он сводил огонь с неба. И вы знаете, по его молитве было случай, когда по его молитве небо закрылось. И не при том, не на несколько недель, не на несколько дней, А это было целых три года и шесть месяцев. То есть три с половиной года не было ни росы, ни дождя на землю. Это не просто была его молитва, это было исполнение воли Божьей, Потому что он помолился по воле Божьей, показав Израилю, что есть сильный Бог. Вы знаете, здесь был на то время нечестивый царь Ахал, Который делал много преступного от Бога и дошел настолько далеко, Что он начал даже верить. От веры в Бога он перешел к вере в Аалу. У него было множество этих пророков. Четыреста пятьдесят вааловых, четыреста дубравых. Это большое скопление просто пророков, Которые ничего не значили, ничего не помогали в его царстве. Те, которые развращали народ Господень. И плюс к всему этому, он еще делал эти статуи, Он сделал эти капища, которых поклонялись, К чему способствовала его жена. И когда мы смотрим уже, народ израильский сильно отступил от Бога, И Господь все-таки реагирует немножко по-другому, народ свой. Он не хотел истребить его и не хотел показать, что он есть Бог среди них. На то время, вы знаете, народ израильский настолько отклонился от Бога, Что они просто поверили, что ваал есть Бог. И они поклонялись ему со всем своим усердием. Они приносили жертвы и думали, что из-за этого придет им благословение. Вы знаете, оно пришел Илья. Не просто он пришел, он пришел в трудный момент, Когда Господь сказал ему, иди покажися хау. И кажется, в такой ли момент показываться царю, Который разъяренный на тебя, который ищет уже годами тебя, Который не только в своем царстве ищет, Но он в другие царства посылает послов, И требует у них клятвы, чтобы искали и не могли найти. Не исключено, что он платил этим царям для того, Чтобы только найти одного человека, И при том Божьего человека. Но это было не в его власти. Но когда настало время, Господь говорит, Иди покажися хау. Не нужно, чтобы он тебя искал. Ты иди навстречу ему и встретишься с ним. Знаете, по-человеческому кажется, Какая может быть встреча? Как с каким царем? Царь, который не только не слушает Бога, Но он ищет для того, чтобы отнять жизнь. К нему ли идти сейчас? Время ли сейчас вообще прийти к этому царю? Послушает ли он? И вообще, может ли он услышать, Что это есть слово от Бога? Он абсолютно забыл, кто такой Господь. Он поклоняется идолам. Он не слышит слова Господнего. Но Господь говорит, а ты пойди и покажись. И знаете, и пророк Господь, он повинуется. Он приходит к этому царю. И сразу с первых слов интересные и странные приветствия царя. Нашел ты враг мой, меня. А Илья говорит, знаете, странные приветствия, да? Я думаю, что такого приветствия, наверное, Никто в жизни не слышал еще. А он говорит, это не я смущаю Израиля. Это ты и дом отца твоего. Он сразу ему говорит, что напрасно ты это говоришь. Это все из-за тебя. И он говорит, теперь созови мне всего Израиля на гору кормил. Вы знаете, этот царь, наверное, в себе думал, но теперь я тебе покажу перед всеми, кто ты. Я искал так долго тебя, но теперь увидим. Вы знаете, но это абсолютно не пугало Илью. Он знал, кому он служит. И вы знаете, если действительно посмотреть, перед ним предстало целый полк, 850 пророков. Не считая то, что тысячи Израиля стоят вокруг, и в ожидании, что будет. Он говорит, давайте принесем тебе жертву. Раз боги, значит, нужно приносить им жертву. Если вы считаете, что Ваал есть Бог ваш, вас больше, возьмите себе тельца и принесите ему жертву. Но только эта жертва будет особенно принесенная. Бог, который действительно есть Бог, он должен дать знамение, что он есть Бог. Он должен дать огонь на эту жертву. Огня не подкладывайте. Приготовьте все, так как должна жертва это быть принесена, но огня не подкладывайте. И тот Бог, который даст знамение посредством огня, тот есть Бог. И знаете, и к большому удивлению, эта вся толпа, она согласилась в это. Они поверили, что этот Ваал, который сделали не своими руками, что этот истукан, он может еще что-то сделать. Вы знаете, не только они. Царь поверил в это. Эти все люди, которые вокруг, они ожидали, что случится дальше. Но пророк Господень, он всегда был уверен в том, что то слово, которое Господь сказал, он не просто так его сказал, он исполнит его. И что его жизнь есть не просто жизнь, но жизнь для Бога. И что он исполняет волю Божью. И знаете, его настолько была уверенность, если мы смотрим на Илью, он был абсолютно уверен в Боге. Потому что когда они уже приносили эту жертву, он не просто в душе смеялся, он уже в полдень начал во всеуслышание смеяться и говорит, зовите громче. Чего вы так слабо кричите? Кричите сильнее. Да вообще, может, он уснул, а может, в дороге. Так разбудите же его, ну увидите, что же не дается, никакого ответа вам нет. Вы знаете, это человек, который был уверен в том, что Бог услышит его. И то, что это жертвенник, который не сделали, это не по слову Божьему. Вот этот жертвенник был сделан только жертвенником для того, чтобы показать какую-то человеческую красоту. Но когда пришло время вечерной жертвы, то пророк Господень говорит Израилю, подойдите все сюда ближе. Не просто посмотрите на меня, но посмотрите то, от чего вы отреклись, то, что вы разрушили. И первое, что он сделал, он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Он показал Израилю, что этот жертвенник с неотесанных камней, он должен быть всегда при лицом Господнем. На нем только должна возноситься жертва, а вы не то отвергли его, вы разрушили его, его нужно восстановить. И когда уже он восстановил этот жертвенник Господень, он приготовил эту жертву. И для того, чтобы ни у кого не было сомнения, он говорит, выливайте теперь воду. Сколько ведер воды вылили? Двенадцать, да? Три раза по четыре ведра. И написано, что ров вокруг жертвенника, он уже наполнился водой. То есть при всем желании, Илья, ты сейчас не сможешь ничего сделать, даже если ты захочешь своими усилиями что-то сделать. Если ты захочешь принести эту жертву, запарить эти дрова, тебе просто ничего не выйдет. Но он и не собирался доказывать, что он что-то может. И во время этой жертвоприношения он подошел и сказал, я раб твой, все сделал по слову твоему. И здесь сделалось нечто необычное. Не просто огонь. Написано, не спал огонь с неба. И такой огонь, который, наверное, никто из нас не видел, да и израильтяне не видели. Это огонь, который не только поджал в жертву дрова и воду, но даже и камни. Это был сверхъестественный огонь, который мгновенно не спал из неба. И не нужно было больше уже доказывать, что Господь, Он есть Бог. Весь израиль не пали на лица свои и говорят, Господь есть Бог. Господь есть Бог. Вот что значит быть воиновением по слову Божьему. Знаете, на этом его жизнь не заканчивается. Хотя Изавель ему угрожает, что с тобой будет то же, что с теми пророками, потому что он, как слуга Господень, он хотел уничтожить все, что осталось после Баала. Не только его статую, но и его служителей, чтобы никто больше в Израиле не возвратился к этому Баалу. Чтобы никто больше в Израиле не вспоминал это имя. Вы знаете, он это сделал. И за это ему, и за верь, которая вообще нечестивая, она говорит, с тобой будет то же. Но это сказал лишь только человек. Знаете, он, будучи воплоте, он говорит, Господи, возьми меня, я не лучше, я не лучше отцов моих, возьми меня. Но Господь ему говорит, еще нужно тебе что-то сделать. Пойди, помажь там царя Насирей, помажь Елисея вместо себя пророкам. И он повинуется, он делает это. И за это он удостоился того, что никто из людей не упоминает, что кто-то еще больше удостоился, больше славу. К нему явилась не просто ангел, к нему явилась огненная колесница. То есть это ему был беспрепятственный вход в небо. Он исполнил все то, что сказал ему Господь. Но это мы смотрим в Старый Завет. Если мы смотрим в Новый Завет, то мы находим так же, что мужи Божьи, они исполняли волю свою. Правильно я сказал? Божью волю. Я просто хотел бы увидеть, как мы внимательно слушаем. Знаете, мужи Божьи, они всегда исполняют волю Божью. То, что говорит Господь, они свою волю отставляют и вперед ставят волю Божью. Что хочет сделать Господь? Если мы возьмем такого великого мужа Божьего, как апостола Павла. Великий это муж, да? Господь его использовал. Но если посмотреть по тому времени, он не был отступником. Он исполнял закон так, как он был научен. Он исполнял, и не то, что он преуспевал в этом, то есть он мог бы и других научить. И ко всему этому он еще учился в ногам Аниила. То есть это человек, который был образованный во всех сферах. Он знал, как с кем говорить, он знал, как говорить с царем, он знал, как говорить с священником, он знал, как говорить с простыми людьми. Но ради Христа, ради познания, познания высшего познания, он говорит, что я почел это все за ссор. Это все ничего в моей жизни не значит, ради познания высшего Иисуса Христа. Вы знаете, достигая в своей жизни, он достиг, говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Ну давайте посмотрим немножко, какая же была его жизнь. Он сам говорит о себе от иудеев. Сколько раз он получил по сорока без одного? Пять раз. Три раза били палками. Однажды побивали камнями. Три раза терпел кораблекрушение. И дальше он перечитает в опасностях, в которых он был. То есть его вся жизнь, она не проходила, как жизнь других людей. И возможно, смотря на него со стороны, и сказали, Павел, а тебе что больше всех надо? Тебе нужно и туда, и туда, и попечение во всех церквях. А ты же там служителей поставил. Они что, не могут ничего делать? Но однако же он знал, что в этом есть его призвание. И что в этом он должен исполнить волю Божью, и при том в точности. И он знал это все. И потому он говорит, я распинаю каждый день свою плоть. С чем? С тростями и похотями. То есть он каждый день, он старался, чтобы жизнь его, она была более и более похожа на жизнь Христову. Чтобы более и более ему достигать того, который его достиг в свое время, который его призвал. И впоследствии мы видим, что он уверенно говорит, я знаю, в кого я верю. Как важно в нашей жизни, чтобы наша жизнь не просто проходила, как нам выгодно, а чтобы нам ставить волю Господню, и замыслиться в нашей жизни, в чем мы исполнили волю Божью, а в чем мы не исполнили. И сколько мы прилагаем усилий для того, чтобы воля Господня, она совершалась в нашей жизни. Чтобы не просто нам ходить и называться, что я есть верующий, я верю в Бога, я христианин, но чтобы нам действительно быть такими. Не только говорить, я последователь Иисуса Христа, но повторять то, что Он делал. Стараться, чтобы преображалась наша жизнь, так как Его жизнь. А для этого нужно, чтобы в нашем сердце был жертвенник Господу. Не жертвенник, на котором горит огонь, огонь злобы, огонь непрощения, или какой-то другой чуждый огонь, но жертвенник, на котором горит, огонь любви Господней. Жертвенник во имя Господа. Чтобы в нашем сердце было место Духу Святому. Чтобы когда мы склоняемся пред нашим Господу, чтобы мы чувствовали, пред кем мы склоняемся, чтобы мы ощущали силу Его. Вы знаете, вообще, чтобы быть мужем Божьим, нужно иметь определенную характеристику, нужно иметь определенные качества, после которых Господь мог бы нас использовать. Вы знаете, самая большая и самая верная характеристика мужа Божьего в данном книге Иова. Эта книга начинает, что был человек в земле Уз, имя его Иов. И был этот человек непорочен, справедлив, богобоязнен и удаляющийся от зла. Вы знаете, этих несколько качеств, буквально в одном стихе они все умещаются, но они характеризуют всю жизнь человека, кто он был и как проходила его жизнь. Я думаю, что мы бы все хотели, чтобы такая характеристика была бы из-за нас. Но знаете, этот человек прилагал много усилий для того, чтобы быть таким. Он действительно, он был непорочный, он старался, чтобы отдавать плату вовремя наемнику, он старался, чтобы помогать другим, и он говорит, я сам не съедал свой кусок, я старался сделать все, чтобы не быть преткновением пред людьми. И дальше он говорит, и если говорить о его справедливости, то он говорит, что он суд вдовы, дело вдовы и сироты, я не колщательно, то есть те люди, которые не было кому защититься за них, я всегда за них защищался, я знал, что правда должна быть перед Богом, и так как заслуживало это справедливо перед Богом, так я судил. И он говорит, я не судил за подарки, то есть это справедливость, которая жила в нем, это богобоязненность, что он знал, перед кем он ходит, он знал, кому он служит, и кому он желает служить. Вы знаете, и когда смотреть на него, то зло было далеко от него. И сам дьявол, когда уже Господь говорит, откуда ты пришел, он говорит, я ходил по земле и обошел ее. И сам Господь повторяет, что говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Ива, ибо нет такого, как он. Человек непорочный, справедлив, богобоязненный и удаляющийся от зла. Это уже характеристика, которая дается не человеком, не каким-то автором, но дается самим Богом. Сам Господь говорит, что этот человек, он действительно таким есть. И когда Иов говорит, что он справедливый, и дает суд, Господь не говорит, что это так не было. Именно это так и было в его жизни. И вы знаете, посредством того, что он вел такую жизнь, дьявол, когда пристал пред Богом, даже когда он клеветал на него, он говорит, конечно, ты оградил его. То есть этого человека, который непорочен, справедлив, богобоязненный и удаляющийся от зла, Господь оградил его. И дело рук его, ты благословил. И стада его, ты распространил по земле. То есть мне там места нет, в этом человеке, вокруг его, мне там места нет. Он полностью принадлежит тебе, ты оградил его, ты охраняешь его, ты благословляешь его. То есть я уже туда не могу никак проникнуть, но забери это все. Вы знаете, человек Божий, который творит волю Божью, к нему лукавый не прикасается. Ему там просто места нет. И я это не просто говорю, мы смотрим это в Священном Писании. Как важно, чтобы в нашей жизни наша характеристика была подобна на эту. Чтобы мы смотрели, как нам угождать Богу, как нам делать справедливое, то, что угодно Богу. Вы знаете, много раз в жизни встречаются люди, которые стараются угодить себе. Я думаю, вы встречали таких людей, да и в нашей жизни часто случается то, что мы стараемся в чем-то, чтобы нам было лучше. Это хорошее стремление. Но иногда бывает это связано с чем-то грехом, с чем-то несправедливым перед Богом. И после этого мы пристаем перед Богом и говорим, «Господи, благослови нас», вместо того, чтобы сказать, «Господь, прости меня». Вы знаете, еще одна характерная характеристика мужа Божьего, это мы видим в Давиде, что даже когда грех был в его жизни, он приходил и осознавал это, и говорит, «Я согрешил». Если берем мы Саула, то Саул как-то старался еще выгораживать себя, но Давид он всегда признавал, когда он был неправ, пророк к нему приходит, он не старался что-то сказать. Он сказал, «Я согрешил». Он знал, как признать эту вину перед Богом. И он говорит, «Ложе мое, я орошалась слезами моими». То есть он не просто осознавал, он со слезами, с покаянием приходил перед Богом. И за это он назван «Муж по сердцу». И за это Господь его, даже когда он уже падал, Господь его поднимал и восстановлял обратно, и опять имел общение с Ним, и опять называет его «Муж по сердцу моему». Как важно, чтобы в нашей жизни, когда мы что-то не так делаем, чтобы у нас находилась сила для того, чтобы прийти и покаяться перед нашим Богом. Для того, чтобы прийти и сказать, «Да, я виновен в этом. Господь, прости меня, и я хочу, чтобы Ты использовал меня как свой сосуд». Да поможет нам в этом Господь. А сейчас давайте преклоним наши колени, поблагодарим нашего Господа и попросим, чтобы Он помог в нашей жизни исполнять Его волю. Аминь. Роди я и торжествую, спасение кровью Христа, Иисус. Иисус за имя Иисус. 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 Богу, как они взывали свят-свят Господь Савов. Потом пришел ангел и коснулся его уст, очистил его. И дальше Господь говорит Исаии уже, очищенному, освященному. И услышал я голос Господа. Это 6 глава, 8 стих Исаии. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать? И кто пойдет для нас? Я сказал, вот я, пошли меня. И второе место я прочитаю, Иеремии. 18 глава. Это откровение тоже Господа Иеремии. И он увидел следующую картину. Бог просто говорит ему, чтобы он пошел и взял урок с определенного действия. Вот послушайте, какое действие у него интересное было. Это Иеремия, 18 глава, с 1 по 6 стих. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Встань, сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал, свою работу накружали. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке, я в его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечник вздумал сделать. И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами дом Израилев, подобно горшечнику сему? Говорит Господь. Вот такие вот два местописания. Но прежде чем что-то говорить, я, знаете, хочу поделиться вот то, что у меня на сердце. На протяжении последних нескольких месяцев Господь очень большую работу производит в нашей Церкви. Я еще хочу подчеркнуть, что Господь производит в нашей Церкви. И Он не просто где-то так потихонечку, там где-то вот трудится над сердцами, но на самом деле мы заметили, что Он один, второй, третий, четвертый раз. Вот служителя заметили, братья, сестры подходят, говорят, и откровение нам через пророчество звучит. То есть Господь, Он не молчит, но Он открывает свое желание и говорит о том, что Он хочет сделать. И мне кажется, знаете, вот стоит прислушаться. Если Господь что-то говорит, ты сразу, о, да, точно, правда? То есть вот Господь наше сердце и наше внимание привлекает и говорит, обращается к нам. И когда Он говорит, нам нужно обратить внимание на то, что Он хочет сказать. Так вот, что Господь говорит? Вы знаете, удивительные вещи. Господь говорит, что Он хочет использовать людей в нашей Церкви. Молодежь, подростков и старших людей. Но смысл в том, что Он хочет использовать сосуды в нашей Церкви. Вот мы, как люди, хочет взять в удел, использовать наши уста, наши слова, использовать в духовных дарованиях, использовать в различных служениях. И Господь не умолкает. Господь говорит один раз, второй раз, на протяжении. И чем дальше, тем все чаще и чаще к нам звучит это слово. И я, как один из служителей, это просто неправильно было бы игнорировать это слово. Потому что, если Господь призывает, это очень серьезный призыв. Это очень серьезный призыв. И от нас, как от членов Церкви, от людей, которые посвятили себя Господу, желают, чтобы Господь использовал, нужно прислушаться и посмотреть, что я могу сделать для того, чтобы в моей жизни это не было пустым звуком, который, знаете, в одно ухо вылетела, мысль какая-то в другую улетела, мы забыли. Но на самом деле Господь говорит это для того, чтобы мы как-то отреагировали, как я это уже сказал. То есть откровение нам звучит через Духа Святого, через дарование. Говорит, я буду использовать молодежь. И Господь начинает использовать одно дарование, второе, третье. И потом Господь говорит, я буду использовать еще и тех, которые дома и которые наверху там во время служения. То есть Господь говорит, я больше буду использовать, я больше буду использовать. Друзья мои, что же нам остается делать, когда Господь призывает? Ну, например, вот и ко мне, или к тебе, вот ты сидишь на этом месте, и ты знаешь, что Господь призывает. Что мы, каждый из нас, должен делать? Должны мы вообще что-то делать или нет? Или мы смотрели, так, кого-то, ага, ага, окей, да. Вот какая реакция наша должна быть вот в нашей жизни? Ну, я понимаю, что мы как люди разные можем реакцию, как бы, ну, отозваться на этот призыв. Но на самом деле, когда Господь призывает и говорит, я хочу использовать кого-то в слове или в деле, в дарованиях, на самом деле это является приглашением, приглашением Господа нам, всем людям в нашей церкви, приглашением для того, чтобы Бог конкретно тебя использовал. То есть, на самом деле, мы видим, как в жизни Исаии, тот же самый, тот же самый, вот Господь сидит на троне, он смотрит, вот в поклонении своем, он смотрит и думает, вы знаете, вот есть проект, есть особое послание, есть особый труд, есть, есть особый путь благодати, который Господь хочет использовать в нашей церкви, он смотрит, а кого? Кого мне использовать? Он говорит, вот я хочу использовать. Кто? Кто будет способен? Кто сможет? Кто сможет подготовить себя? Кто сможет отдать себя в жертву, как бы, знаете, для Господа? Потому что предстоит определенный труд. И когда мы думаем о труде, мы говорим о напряжении, о тяжелой работе какой-то, и это тоже очень часто нужно применить в нашей жизни для того, чтобы быть использованным Господом. Итак, Господь ищет тех, кого использовать. И Господь нам конкретно говорит. Это не так, вот знаете, как в общем откровении Господа, Господь хочет использовать всех. В данном случае откровение звучит в нашу церковь, в наши сердца, к вам сидящим здесь. Потому что Бог говорит, я хочу использовать вот в нашей церкви. И Он дает обещание обетования, что я буду использовать. Так вот, для того, чтобы Он конкретно использовал, вот нам нужно каким-то образом отозваться. Бог использует, Бог ищет в себе особых сосудов тех людей, которые скажут Господь, вот, вот, я хотел бы, чтобы ты меня использовал. Я готов, я буду подготавливать себя. Он стучится, Он призывает, Он приглашает. И сегодня этот стук по-разному может звучать в нашей жизни. По-разному. Каждый человек, который отдал себя на служение Господу, я думаю, что вы поймете, о чем я говорю. Потому что вы соприкасались с Господом и соприкасались с такими событиями в вашей жизни, когда вы понимали, что Бог хочет проводить какую-то работу. Он может быть через слово какое-то, через расположение сердца, через откровение в Писании. Он начинает, начинает с нашим сердцем какую-то работу проводить. Чтобы мы особым образом посвятили себя для Него. Посвятили себя. Вы знаете, вот, по поводу призыва Господнего. Мы с вами испытывали несколько призывов в нашей жизни. Первый призыв, который мы с вами испытывали, и мы отозвались на Него. Когда мы были грешниками, Господь стучался в наше сердце, Господь призывал нас. И мы что? Мы отреагировали на Его призыв, да? Мы сказали, я вот слышу этот призыв, так вот, где-то в моем сердце, вот так вот, расположение такое. И мы что сделали? Мы покаялись, мы вышли, мы посвятили свою жизнь Господу. Мы сказали, Господь, я хочу Тебе служить. То есть это первый призыв, покаяться, отдать свою жизнь Господу. Второй призыв, который в нашей жизни звучал в жизни многих из нас, сидящих здесь на этом месте, это призыв посвятить свою жизнь Господу, заключить завет с Ним. Это тоже какой-то процесс в нашей жизни происходил, не правда ли? Когда мы думали, вот, 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 я решаю служить Господу, я от всего сердца хочу служить Ему, я хочу заключить завет с Господом, вот это обещание дать Господу, что я буду служить, это тоже призыв, который звучал в нашем сердце. То есть это особые, как бы, в нашей жизни маркеры, когда мы, когда мы двигаемся по пути Господу, по нашей жизни, мы видим, когда мы отдали свою жизнь Господу, когда мы заключили с Ним завет. Но следующий призыв, который может звучать к нам, это призыв особым образом, особого посвящения для Господа. Вот, вот, когда Он, когда Он располагает наше сердце, это может быть через откровение, я еще раз говорю, через откровение Слова, через молитвы, может быть, мы послушали, может быть, каким-то другим образом Бог производит в нашем сердце работу, Он говорит, я хочу не просто, чтобы ты был прихожанином в церкви, но я хочу использовать тебя для особого труда. Это может быть труд по устройству церкви, это может быть служение, которое направлено на совершенствование святых, написано, совершение святых, да, которое будет помогать нам всем расти и созидаться. Это может быть служение, которое направлено на достижение других людей. Когда мы сердце вкладываем, Господь начинает использовать нас, наши финансы, наше время для того, чтобы другие люди спасались. То есть, вот это вот призыв особого посвящения для Господа. И этот призыв сегодня звучит к нам. Господь говорит о особом желании использовать нас с вами. И сегодня, вот, Господь, я верю, независимо от этого призыва, я верю, что Господь ко многим из вас особым образом стучится в вашу жизнь, в ваши сердца. Различными образом. Но очень часто случается, когда человек уже в служении находится, использованному Господом, очень часто спрашивает, расскажи о твоем свидетельстве. И он может поделиться один, два события, три события, четыре события различным образом, как Господь различными, через людей, через Откровения, через Писание, через различными способами Господь достигал сердца. Друзья мои, я хочу сказать, сегодня Господь делится своим желанием с нами. Сегодня Господь приглашает. И сегодня я верю от всего сердца, в ваше сердце и в жизнь многих людей в нашей церкви, в жизнь молодежи, в сердце. Господь пытается достучаться не просто о том, чтобы, знаете, как боролись со грехом, или, но особым образом посвятили свою жизнь для Господа. Я говорю уже, посвятили на служение. Потому что даже если взять простую вещь, например, для того, чтобы нести служение ходатая, это просто молиться, это в молитве обращаться к Господу. Служение ходатая, вот если вот такое на сердце, знаете, за миссионеров молиться, вот у нас очень много нужд, за миссионеров, молиться за служителей, за церковь, за духовное состояние. Иногда, вы знаете, что бывает? Ну, это так легко сказать ходатая, там, я буду молиться, все, я буду нести на руках молитвы всех святых, взять список, написать. Ну, а что касается встать ночью? Вот до этого момента было легко. А вот если Господь пробуждает и не дает сна, и вот приходит на память какая-то мысль о молитве о каком-то миссионере где-то там в Африке, например. Ты вообще не знаешь о нем. А Господь побуждает, нужно молиться, нужна поддержка какая-то, нужно на Ближнем Востоке за кого-то молиться, нужно в церкви за кого-то молиться, за какую-то сестру, за брата. Вот просто вот, ну, нету сна. Что тогда делать? Ох, зачем вообще-то мне нужно завтра на работу идти? То есть вот это вот, вот это вот не допустить ропота, но отдать себя полностью на служение, это одна из вещей, которые очень важны сегодня в наше время. А Господь говорит, Господь стучит, Господь продолжает делать эту работу для того, чтобы мы воспряли и мы на другой уровень вообще вышли из отношений с Господом. Для того, чтобы быть использованы Господом. Друзья мои, то если в вашей жизни Господь, вы чувствуете, вы замечаете, Господь какую-то работу совершает, вы начинаете видеть в церкви, что вы начинаете замещать мысли, вам приходят по устройству какого-то служения. Раньше вы не думали, и вам вдруг Господь говорит, слушай, вот, вот посмотри, вот было бы хорошо, если бы вот это вот сделать, вот если бы вот это сделать, вот если бы вот это сделать. Вы знаете, это тоже один из этих призывов, когда Господь открывает вам глаза и показывает, слушайте, вот эта информация, вот это знание дано не для того, чтобы вы использовали потом как критику, но должно быть ваше вовлечение, потому что вам Господь открывает, приглашает и открывает вам что-то для того, чтобы вы были частью решения, может быть, проблемы какой-то. Пусть Господь вас благословит. И так Господь хочет особым образом действовать в нашей жизни. Одно из путей это духовные дарования, служение по устройству церкви, различные-различные дарования, но вот это остается очень важной мыслью. Сегодня Господь стучит, Он ищет себе точно так же, как во время Исаии. Его глаза устремлены на нас и смотрят, вот есть особое служение, вот есть особое поручение. Как много людей изнеможенных, как много людей во грехах, как много людей, которым нужно указать просто путь. И один из путей, ну например, один из самых несложных для Господа, например, использовать дарования. В данном случае Господь говорит к нам, что Господь будет давать дарования для многих в нашей церкви. Духовные дарования. Я говорю о откровениях, видении, столковании языков, слово мудрости, исцеления. То есть Господь конкретно говорит, я хочу, я буду давать. Это посвящение, друзья мои. Это обращение к нам с вами, ко мне, к тебе, брат дорогой, сестра дорогая. И вы знаете, я хочу один пример провести. Было время моей жизни, я учился в университете тогда. И знаете, вот такие вот желания было, Господь, вот ты используй меня. Вот я помню, как один день я помолился, Господи, ты можешь меня вот использовать, как сосуд свой. Я не знаю, как, где, но я хочу, вот я готов. Вот я прочитал Исаии, говорю, Господь, вот я, используй меня сегодня. Ну и поехали мы на занятия, там занятия были. И где-то вот большой перерыв был, где-то что-то, и я сидел, я уже не помню, при каких обстоятельствах это было. Но мы тут с одной девушкой разговаривались, и она мне начала, и вдруг она мне начала делиться проблемами, которые в ее жизни. И та такая проблема, и та такая. Вот я сижу, думаю, на что это мне надо? Мне еще твоих проблем не хватало. Вот я вот так вот сижу, думаю. А потом у меня осенила мысль, слушай, слушай, да ты ж молился, чтобы быть использованным Господом. Так эта проблема не тебе, чтобы ты сейчас ее решал. Это проблема о том, чтобы человека подвести к Господу, чтобы ему Господь ответил на эту проблему. Я думаю, точно, это же вообще-то не обо мне, и мне не надо это все брать. И вы знаете, я потом поделился, рассказал, слушай, ты иди в церковь, ты вот обратись к Господу, служи Ему. Твоя жизнь поменяется, все будет по-другому, все, 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 все будет по-другому. Когда ты будешь решать это с Богом? Друзья мои, совсем вот это мое отношение, я понял, что на самом деле, если мы просим, Господь может использовать нас. Но мы что должны? Мы постоянно должны бодрствовать. Если мы просим Господь, используй меня, он говорит, вот, наконец-то, наконец-то нашелся человек, который желает быть использованным. Я его буду использовать. Вот, пожалуйста, тебе человек, твою жизнь, да, на работе твоей, на учебе твоей, пожалуйста, вот, поговори, вот, маленькие вещи, скажи, что Бог его любит. И если мы готовы, готовы быть использованным, как сосуд в руках Господних, да, то Бог будет использовать. Я хочу еще из Писания один пример привести, это написано в Деянии, 9 глава. Интересное место и очень интересно от человека, очень коротко написано об этом человеке. Но этот человек был готов быть использованным Господом. Десятая глава Деяния, 9 глава Деяния, с 10 стиха. Послушайте, написано, в Дамаске был один ученик именем Анания. Ну, я думаю, вы знаете эту историю, да, о чем идет речь сейчас. Вот, ученик, написано, в Дамаске, в Сирии, там, не знаю, как, прогнали во время гонений каким-то образом, вот, потому что написано, что расселись. Так вот, этот ученик жил в Дамаске. «И Господь в видении сказал им, Анания, он сказал, я, Господи». То есть, вот человек, хороший пример сосуда Божьего, который Господь ему проговорил, Анания. Готов, Господь, готов. Что делать, Господь? То есть, смотрите, человек этот, он имел способность различать голос Божий. Когда ему Господь сказал, Анания, а он как будто ничего не произвел. То есть, он был на таком духовном уровне, когда он мог, первое, различить голос Божий, во-вторых, ответить ему. И вот, такая вот, как бы, беседа происходит, вот, в видении, какая бы беседа. Слушайте, что дальше Господь сказал. «Господь же сказал ему, встань, пойди на улицу, так называемую прямую, спроси в Иудином доме Торсянина по имени Савлу». Он теперь молится. И видел, он теперь молится. То есть, ему поручение конкретно это самое. Тринадцатый стих. Анания отвечала. «Господи, я слышал от многих». Он рассказывает, что он слышал негативные вещи о Савле, да? И он так испугался немножко. Но Господь в пятнадцатом стихе сказал ему. «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами, царями, сынами, израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя твое». Вот вопрос такой. Сто процентов знаю. Убьют. Там мало там убьют. Человек на куски разорвут прям там. Волосы повырывают. Ну, как бы, знаете, медленно. Не то, что там сразу хоп и все, а медленно. И вот здесь вот борьба, вы знаете. Когда человек... Вот как поступить? Вот с одной стороны слышал голос Божий, откровение пришло. А с другой стороны страшно, аж правильно? Но настолько посвящение было. Вот готов, ну, до последнего. Готов был до последнего идти. Вот Господь сказал, пойди и скажи. Самому, самому врагу. Вот первый враг, который был в этом самом, в Дамаске, это Псавл был. И все о нем знали, все дрожали, боялись. И вот она не сказала, вот этому врагу пойди вот такие-то слова. А он же не знал, что он слепой. То есть он слышал только о нем, но он конкретно не знал. Знаете, и он идет. Вот это пример. Вот это пример посвящения Господу. Вот это пример отдачи себя конкретно на плаху. Мы об этом человеке больше ничего не знаем. Вот это короткое место и короткое свидетельство от самого Бога, что произошло и почему Савл обратился. Вы знаете, что может быть Бог этого человека не использовал могущественным образом. На самом деле был огромный план использовать Савла. пробудить многие страны того древнего мира через руки, через служение Савла. Но в данном случае у него было очень короткое послание и очень короткое поручение. Вот тебе слово, пойди вот в этот дом и скажи эти слова. Вот это было его поручение. То есть фактически он участвовал в обращении этого человека, который Бог потом использовал. И мы много-много-много-много главы посланий читаем уже об этом обращенном человеке. Друзья мои, Господь таким же образом может использовать тебя. Господь, пошли меня. Господь, ты используй меня. И если ты скажешь кому-то слово, Бог тебя просто любит. Покайся. Если этот человек обратится, это у него, у Господа планы на этого человека. Может быть он будет следующим Савлом. Мы не знаем. Может быть Бог будет этого могущественным образом человека использовать. А мы являлись просто сосудом, маленьким сосудом для того, чтобы Господь совершил свою работу. Но это, знаете, одно за другое цепляется. Если мы готовы служить Господу от всего сердца, если мы расположили наше сердце, Бог начнет использовать нас. И Господь хочет использовать нас. И Господь говорит об этом, и предупреждает, и призывает, и приглашает, друзья мои, к особому посвящению, к особому служению. Я прочитал о глине в руках горшечника. Без десяти сейчас, да? Времени нет на глину. Ну, я даже в затруднении. Я немножко коротко тогда скажу. Иеремии, 18 глава, с 1-6 стиха. Знаете, я несколько лет назад посетил, в некоторых церквях были на Крисмос, были такие специальные, как бы, такие служения организованные для того, чтобы дети, взрослые пришли, посмотрели, как это было в то время, как жили эти животные. То есть, вот такие, как бы, знаете, там станции были разные, в большой американской церкви, где-то вот на юге Денвера это происходило. И вот мы в семье нашей были, и удивительная вещь, там была женщина одна, которая имела такой круг горшечный, и она вот делала эти сосуды разные, и рассказывала о процессе подготовки глины, и как сосуд делается, и почему это делается, и что Писание говорит о нас, как о сосудах, готовым и расположенным. Вот мы прочитали Иеремии, и Господь говорит Иеремии, что вот так вот, как сосуд создается, вот так вы в моих руках. Вы знаете, очень интересная параллель нас с вами, как сосудов, которые хочет использовать Господь, сосудов для Духа Святого, с тем, что делает горшечник в своих руках. И несколько примеров Писания мы можем находить, когда Господь сравнивает нас, как сосуды, которых Он созидает, которые Он лепит, которые Он хочет использовать для почетного употребления. Но этот сосуд должен пройти какую-то определенную работу. Так вот, все начинается с глины. Все начинается с глины горшечника. Когда человек, он хочет что-то создать, он идет вот там, где глина эта вот рассыпана, раскидана, и он начинает выбирать, выбирать особую глину. Для различной работы есть определенная глина. Там для кирпичей одна, но для сосуда другая глина, знаете, чтобы она поддавалась, чтобы не было примесей. Так вот, я хотел бы, знаете, всех ободрить. Кто-то может сказать, какое отношение ко мне имеет. В Ефесянам 1 глава, 4 стих. В Ефесянам Господь очень интересную фразу говорит. В Ефесянам 1 глава, 4 стих. Господь говорит, что Он нас избрал. Как вот этот горшечник глину Он ищет, избирает для того, чтобы потом использовать. Господь говорит, что Он призывает нас. Ефесянам 1 глава, 4 стих. Господь говорит, что так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви. Написано, что Он что сделал? Он избрал нас, Он взял нас из этого мира для какой-то особой цели. Там написано, для какой-то цели. И Писание много и много раз говорит об этой цели для нашей жизни, об этом служении, которое мы должны отдать себя. Так вот, когда горшечник берет глину, он начинает определенную работу совершать с этой глиной. Мы вот избраны, какую работу горшечник должен совершить с глиной. Ну, первое, что он должен добавить туда в воду, для того, чтобы она стала мягкой. Второе, что горшечник должен сделать, это убрать все примеси оттуда. Может быть, песок, может быть, камушки, может быть, какие-то инородные тела, для того, чтобы она была равномерной. То есть, процесс очистки глины должна произойти вот в руках горшечника, для того, чтобы она стала одним целым, знаете, она стала податливой в определенном смысле. Для того, чтобы то, что Бог хочет сделать из этой, ну, горшечник хочет сделать из этой глины, оно было податливым и становило форму, становилось, знаете, вот когда человек уже ставит, накружало вот этот вот материал. Друзья, дорогие, мы с вами тоже должны пройти определенный процесс подготовки в нашей жизни. Я говорил о том, что мы отдали себя, посвятили Господу. То есть, мы должны все, что наше, вот это плотское, неугодное Господу, удалить из нашей жизни. Это говорит о грехе, удалить, отделить себя от всего плотского, от своих пониманий, может быть, от вещей, которые мешают служению Господу. Мы должны убрать это из нашей жизни, мы должны пройти процесс очищения, так вот, как глина в руках горшечника. То есть, оно должно подготовиться. Второе, вы знаете, если в глину добавлено мало воды, то она плохо, плохо подается, размягчить ее надо, надо ее сжать, знаете, вот смять, скомкать, может быть. Так вот, нужно достаточное количество воды. Ну, вода, конечно, если я говорю о воде, в Писании мы находим очень много примеров, что такое вода, да? Это Слово Божье через Дух Святой, когда Господь говорит к нашему сердцу, это как раз есть эта вода, живая вода, которая наполняет наше сердце. Господь говорит и еще раз напоминает нам, что как глина в руках горшечника, так и мы, наше сердце под влиянием Слова Божьего, его откровения. Не просто читать, но откровение Божье к нам звучит, и вот размещает наше сердце. Очень часто, очень часто у нас бывает сердце такое, знаете, вот нуждается в воде, уже вроде глина, уже отделено от примесей, может быть, греха, но вот это размягчение под действием Духа Святого, как нам нужно? Интересная деталь написана в Писании, что когда собрались пресвятера, все ученики, все в Иерусалиме, их было много-много, но у них было единое сердце. Каким образом они стали едины? Вы знаете, под влиянием Духа Святого, Дух Святой убрал преграды между ними, недопонимание, может быть, какое-то вот ихнее свое «я», вот свои принципы какие-то, но под влиянием Духа Святого это превратилось в одно целое, вот эту массу, через которую Господь может совершать свою работу. Посмотрите, Господь говорит в Даниила, 12 глава, 10 стих, «многие очистятся, убелятся, переплавлены будут в искушении, нечестивые же будут поступать, нечестивые не уразумеют всего, никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Вот об этом процессе Господь говорит через Даниила. Вот многие пройдут этим путем, когда как глина в руках горшинчика, так и наши сердца с вами будут подготовлены для того, чтобы Бог сам сотворял вот этот сосуд из нашей жизни. Ну и руки гончара, если мы посмотрим на гончара того, который созидает этот сосуд, это руки Иисуса Христа. Когда мы посвящаем себя, отдаем себя Господу в руки, то Он начинает творить в нашей деле какую-то работу для того, чтобы мы были готовы для этого труда. Если мы посмотрим на руки горшинчика, то у него, у горшинчика пять пальцев, да? То это символизирует служение, которое Господь установил в церкви. Пятигранное служение мы о нем говорим, да? Одних поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. То есть это как раз процесс, который формирует нас для того, чтобы мы были способны на всякое доброе дело. Вот это как раз процесс формирования, как в руках горшинчика, так и мы, в руках Иисуса Христа. Под влиянием Слова Божьего, воды, Духа Святого. Мы отдаем себя в руки Иисусу Христу, и Господь нас формирует, созидает. Он делает то, что хочет от нас Господь. Потом, что делают? Уже сделали, сделали какой-то сосуд, поставили его на солнышко, да? Чтобы он высохло хорошо. Хорошо. Друзья, если вдруг какая-то еще примесь есть у этой глины, в этом сосуде, то под влиянием тепла, просто обычного света, если в нем появляются трещины, это значит, это говорит о том, что там еще остались какие-то примеси, там есть что-то еще не такое, что-то не хватает. То есть берется опять, смигнается, опять избавляется от примесей, для того, чтобы глина была однородной, однородной таким массой, да? Для того, чтобы податливой была, чтобы сосуд был правильным. Хорошо, правильно сделаем. То есть примесь должна быть удалена до конца. Друзья, очень часто бывает, да я же избавился от грехов. Очень часто бывает, человек говорит, да я уже посвятил себя Господу. Вы знаете, давайте каждый из нас смотрится в свое сердце. Потому что чем дальше глина в руках горшечника, чем вот эти меньше примесей он замечает и убирает. Меньше. Уже может быть это не камни, уже может быть это не жмение песка, но маленькие вещи, которые мешают нам полностью посвятить себя Господу. И вот над этим Господь очень долго трудится, очень долго в нашей жизни начинает, продолжает работу. Для того, чтобы Он сформировал нас, для того, чтобы мы готовы были к использованию и к поручению, которое Господь нам даст. Следующая, я очень коротко хочу сказать, следующая стадия, когда уже сосуд уже готовый, уже он высох немножко, да? Его куда помещают? Ну вы прекрасно знаете, для того, чтобы обжиг произошел. В печь помещают. И об этом говорит 1-е послание Петра с 1-й главы, 14-й, 15-й стих. 1-е послание Петра, 1-я глава, с 14-го по 15-й стих. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Послушные дети. Вы знаете, более трудные испытания должны прийти. Для обжига, в принципе, для глины, для сосуда, это очень тяжелое испытание. И вы знаете, что для обжига нужна определенная температура. Это не просто там нагрел и хватит. Для обжига надо под какой-то определенной температурой какое-то определенное время там протерпеть, да? Или прождать, или выдержать, пронести это. Вы знаете, что это, вот эта нужная температура в нашей жизни, очень, так вот если поразмышлять об этом, это не просто вот когда мы встречаем проблемы, Господи, Господи, все, это самое, забери все. Вы знаете, что для Господа важно не те дела даже, которые мы совершаем. Вот мы, может быть, в церкви трудимся, может быть, что-то мы совершаем для Господа, в нашей жизни, может быть, мы как-то участвуем в этом. Но каким сосудом мы являемся? Вот этот вот какой сосуд, который потом Бог будет использовать, который Бог творит, Он подготавливает этот сосуд. И, может быть, очень трудно и тяжело, но вы знаете, что Господь подготавливает, как вот этот вот особый, особый какую-то вазу, какой-то сосуд, который Он будет потом использовать для почетного употребления. Друзья дорогие, мы можем строить сами, но мы можем отдать себя в руки Господа. Для того, чтобы Он сотворял, творил и делал. И очень часто это не так легко. Но я хочу сказать, что Господь сегодня, Он, еще раз хочу повторить, Господь обращается к нашей церкви, Господь обращается к нам, к тебе, ко мне. И Он говорит, что я буду изливать Духа Святого, я буду давать дарование, я буду поднимать людей на служение, я буду эту работу проводить. Вопрос стоит сегодня в нас. Будет Господь использовать нас конкретно? Или Он кого-то будет использовать, искать? А Господь использовать хочет тебя. Господь так много лет трудился над тобой. Он вот делал этот сосуд, Он работал, Он стучался, Он старался найти путь к твоему сердцу. И сегодня очень серьезно, и мы очень серьезно к этому относимся, друзья дорогие. Призыв Господний сегодня еще продолжает звучать. Господь приглашает конкретно. Каким сосудом ты будешь? Какой глиной ты будешь? Скажешь ли ты Господь? Да, я буду жертвовать. Может быть своим, может быть все, от себя отрешусь полностью. Я Господь, я Господь себя посвящу тебе, для того, чтобы ты меня использовал. И пусть таких сосудов найдется много. Много. Много в нашей церкви. Пусть его Святое Имя прославится, потому что это все для него. Давайте мы станем помолить. Мы сейчас видео покажем. 23 февраля мы планируем поездку в Иорданию миссионерскую. Большинство людей едут с нашей церкви. Я как-то говорил уже, дал Господь возможность быть в Израиле. Я стоял на границе Голландской высоты с Сирией. Может там пару метров была баферная зона, а дальше уже шла Сирия. Я в бинокль наблюдал за тем, что там происходило. Там в Сирии была война. Там какой-то поселок или городок, я видел танки ездят, стреляют, расстреляли, значит там люди где-то были. Людей я не видел. Такое все было серое, не зеленое вообще. И вот из этой страны Сирии много беженцев, людей, которые просто хотят жить. Они начали разбегаться по разным другим странам. И много беженцев, они убежали в Иорданию. Это страна граничит с Израилем. Можно видео включить? Я буду там быстро читать, что там. Война – это страх. Кто живет на войне? Вы сможете жить на войне? Это Иордания. Поселение беженцев, как я понимаю. Нет, у нас нет надежды. Мы стали бездомными, у нас нет домов ни здесь, ни в Сирии. Мы чувствуем, что живем в унижении. В Иордании мы живем под давлением местного народа. Если мы вернемся в Сирию, останемся на улице. Мы потеряем будущее детей. Если же останемся здесь, в Иордании, мы будем жить в унижении. Жизнь сирийских беженцев сложно назвать жизнью. Их страдания и муки – достаточное доказательство этого. Когда я смотрю на жизнь иорданской женщины, я вижу, что она просыпается в 12 или 2 часа дня, все сирийские женщины, как и я, работают допоздна. И мы должны спать очень уставшими. Поэтому жизнь сирийских беженцев едва можно назвать жизнью. От них осталось только название – человек. Наши души не живут. Я работала на фермах с детства, поэтому не умею читать и писать. Больница была прямо напротив меня, а я ходила вокруг нее, потому что не могла прочитать этого. Умела бы читать, не потерялась бы. Многие сирийские женщины не имеют образования. Только одна из ста женщин образована. Например, все мои сестры и братья не образованы. Мое самое большое желание – уметь читать и писать. Поэтому я хочу, чтобы мои дети получили образование. И чтобы у меня был шанс на учебу. Когда я пришла в церковь, у меня была болезнь головы. И вы молились и возлагали руки на мою голову. Это было как чудо. Если бы я не пришла в церковь, то не узнала бы об Иисусе. Бог не послал бы майка, который помог бы мне. У нас нет надежды вернуться в Сирию, потому что у нас там ничего не осталось. Наши дома разрушены. И вот Господь дает возможность туда полететь, как мы понимаем. Мы об этом сейчас молимся. Пустимся с братьями и сестрами. Я думаю, нас человек восемь пока на данный момент собралось. То есть те, которые купили билеты лететь. И мы все за свой счет. Относительно билетов, себя обеспечения транспорта, бензина. Молодежь, наша молодежь делала бейксейл. И все вот эти финансы, которые, если вы покупали, там сладкое, то это все до цента идет только на служение. Не на наше проживательство. Как мы видим, это служение, оно у нас складывается в трех направлениях. Первое направление – это помощь сирийским беженцам. То есть там проповедовать запрещено. На стадионах, на улицах. Ты не можешь поставить микрофон и начать покаяние людей призывать. Можешь в тюрьму попасть. Но по домам на личном уровне разрешено. Законом это не пресекается. Разрешено. И поэтому, чтобы попасть в сирийские беженцы, они мусульмане. Но из-за таких сложных обстоятельств их сердца открыты к Иисусу. Открыты к надежде. Открыты к Евангелию. И получается, мы планируем и уже идем к этому. Делаем это уже. Для каждой семьи приготовить материальную помощь в виде еды. И это будет как ключ попасть в их семью. То есть это уже испытанная дорога. Уже не нами, а другими братьями. И соответственно же в процессе личного общения хотим с ними поговорить и рассказать им о надежде, помолиться. И таких у нас стоит в планах 50 семей конкретно посетить. Дай Бог силы, чтобы получать. Второе направление – это посещение церквей, где нам Господь открывает возможность провести с людьми общение. Там вокруг Слова Божьего, помолиться, вдохновить людей, поощрить к жизни, дальше двигаться. Это как для нас тут конференции, так для них это такие вот мини-конференции. И детские служения несколько провести. И третье направление – это там есть славяне, которые попали туда по разным причинам. И мы хотим с этими славянами тоже там провести вечер, конкретно снимаем помещение для них. И это такое, как не служение будет, оно просто будет вечер, в котором мы хотим угощения для них приготовить. И в таком теплой домашней обстановке с ним провести общение. Может быть, человек 100, может, если даст Бог, придет. Если даст Господь, может, больше придет, может, меньше. Но сколько бы ни пришло, у нас на это конкретно отделенный один вечер, тоже в этом направлении работаем и двигаемся, чтобы это состоялось. Славяне там, я понимаю, тоже с переломанными судьбами, кто попал туда из-за замужества, кто из-за заработок каких-то, кто-то из-за проституции попал туда. И, в общем, к чему я так говорю? Я хотел бы, чтобы вы, как часть нашей Церкви, чтобы поддержали нас молитвенно обо всем этом. Все равно есть где-то чувство переживания за все вот это путешествие. Поддержали молитвенно. Если кто участвовал в служении, покупание бейксел, что молодежь продавала, или будет еще продавать, то имейте в виду, что до цента это все чисто идет на служение. То благослови вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова